Если есть вопросы, задавайте их сразу, и по возможности и в силу своих способностей я постараюсь ответить на них. Потом, пожалуйста, если есть, по прошлому материалу, может быть, по прошлым урокам, которые были, по прошлым лекциям. Но в последнее время, если сказать немножко, то надо конкретный вопрос. А если коротко обо всем, то это невозможно. Поэтому, пожалуйста, конкретно, и тогда можно будет конкретно отвечать. Конечно, будут. Потому что пришествие Господа одно. Нет двух или трех. И Библия прямо говорит, вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, и увидят знамение Сына Человеческого, градущего на блоках небесных, с силой и слабой и великой. И пошлет ангелов своих... Два четвертая глава. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров земли, от края небес до края их, осмокуньц, возьмите подобие, и так дальше. Я почему это место процитировал, потому что это одно из мест, которые являются центральным, и от него могут пойти разветвления, ветви, но практически вот это местописание, оно вместило в себя все. Но чтобы, наверное, было яснее, сегодня, наверное, причина в общем, что уже было другое учение распространенное, которое, кстати, появилось только в конце прошлого века. Апостолы так не проповедовали, в средние века так не проповедовали, до скорби. И потому, когда кто-то знает именно вот это учение, тогда очень трудно воспринимать что-то чуть-чуть другое. Потому что человек, сознательно или несознательно, старается учить то, что ему преподают, то, что он уже знает. И потому надо сначала вытянуть то старое, а потом дать новое. А старое забрать иногда бывает труднее, чем дать новое. Потому что привыкли к тому образу мышления. И нет-нет, и все равно поворачиваются вот так. Потому что это все понятно. И потому вот, когда здесь Христос говорил об этом в последнем времени, то он напомнил, что именно вдруг после скорби дней тех, солнце померкнет, луна не дает света свою. Я не цитирую даже этот текст Писания. Но я обращаю внимание вот на что. Сразу же, потому что есть объяснение. Сначала будет тайное. Потом Христос приходит на землю, чтобы царствовать. То есть два прихода. Библия нигде не говорит о двух прихода. Потому что, если оно и тайное, то если оно есть на самом деле, то это уже одно. А явное тогда уже будет другое. И таким образом мы будем насчитывать не два пришествия, первое и второе. А первое, второе и третье. Значит, первое будет, когда Христос пришел, чтобы пострадать, родился. Второе – тайное. А третье – явное тогда было бы. И поэтому, когда я на эту тему говорю, то помните, я вам объяснял, и мы, наверное, очень долго говорили, значит, и когда вам скажут, вот он в пустыне, то не выходите. И когда скажут, в потаенных комнатах не верьте, ибо как молния блистает от востока, и видна бывает даже до запада. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Уже настолько ясно написано, что если скажут, что он в тайну пришел, то не верьте. Вот он в пустыне, не выходите. Во-первых, потому что Христос никогда уже в такой человеческой плоти не придет на землю. Будет время, когда он сидит в Иерусалимском храме, и будет царствовать тысячу лет, но это будет уже совсем в иной плоти, не в нашей человеческой, а в прославленной. Он не будет ходить так, как все люди ходят по земле. И поэтому вот для этих заблуждений, если мы читаем сегодня Писание внимательно, для них нет места. И если бы люди поняли, что Христос больше по земле во плоти ходить не будет, то не осталось бы места лжехристам, которых сегодня много. И сегодня их много. Там где-то Виссарион объявился в Москве, там где-то Мария Деви Христос, да? Это только потому, что люди верят, что этот Христос будет жить в человеческой плоти на земле и будет жить вместе с нами. А Библия говорит, никогда он этой плоти по земле ходить больше не будет. Поэтому даже если взять за основание именно вот эту истину, то уже места для лжехристов не находится. Но так как люди все-таки еще верят, что он будет во плоти ходить так, как мы жить, то находится место для обольщения. Я помню, когда был на конференции, это была Англия, Бирмингем, наверное, 92-й год, точно не помню, я уже забыл. И мы, значит, пришли, просто нас повозили там по городу, поэтому смотрели окрестности и пришли на одну площадь. Там, значит, стоял один человек, наверное, года, наверное, 22 ему было, и он что-то говорил. Ему говорят, что ты говоришь, потому что русские, они не понимают английского языка. А он что-то продолжает. Оказывается, это был один лжехристов. У него было учение. Лежал Иван, он говорил, и я Христос. И я пришел в большей силе, чем приходил Христос. Христос 30 лет получил такую силу, а я 22 имел уже то, что он имел. Он излагал все свое. Это было на моих глазах, да не то, что кто-то мне пересказывал. Ну, а там действительно, хочешь говорить, говори. Как раз мы находились рядом с тем полем, куда приходили или могли приходить англичане и говорить там, что только хочешь. Потому что у них тоже есть запрет, где что можно говорить. Можно было ругать начальника. Единственное, что не разжал даже на этом поле, это ругать королеву и призывать к свержению государственного строя. Вот это все, что нельзя было говорить. Остальное все, пожалуйста. Но я там не видел ни одного человека, кстати. Оно было пустое. Но это было то поле, где можно было говорить все, что ты только хочешь. И никто не имел права к себе предъявить какие-то меры или претензии. Это поле, где можно говорить все. Но я просто ради интереса рассказал это. Ну, а то, что эти лжи христиане следуют один за другим, только потому, что люди не знают Писание. Тайно. Пожалуйста, появился, говорит. Да, родился вот так-так, рассказывает о каких-то чудесах. Потому что тайно. В Библии говорит, никакого тайно. Христос не вор, чтобы воровать. Да, написано. Он придет как тать. Но че же тексты Писания и поясняют нам же, что значит придет как тать. Неожиданно. Неожиданно. Но то не значит тайно. Вор, если мы бодрствуем, то мы его все равно увидим. Но неожиданным все равно будет, правда? Но если мы бодрствуем, то мы его увидим. Не может быть тайным. Но если не бодрствуем, тогда другой вопрос. И следующее, на что я обращаю внимание с того же текста Писания, дальше следует. И поштет ангелов своих. Когда? Вот в его же пришествии, когда знамение появится. И соберет избранных своих от четырех ветров земли. От края небес до края этих. И поштет ангелов. Как написано? С трубою громогласною. Вот эта труба громогласная, это знак, по которому Господь сойдет с неба. Вы помните, мы напоминали, и поштет ангелов своих с трубою громогласную, и соберет избранных его. Это 24 Евангелие от Матфея. Когда читаем послание к коринфянам, послание к фессалоникийцам, там тот же самый знак. Говорю вам тайну. Не в чем мы умрем, но в чем изменимся вдруг. Во мгновение ока, при последней трубе, в послании к коринфянам, в послании к фессалоникийцам, говорит так. Прогласься Архангела и трубе Божией, Господь Иисус сойдет с неба. Опять этот знак, чтобы мы не путались, прочитали 24 старца, и решили, что это церковь восхищенная. Но ни Павел, ни Петр, никто нигде не сказал, ни Иоанн, что это восхищенная церковь. Поэтому мы сегодня, если что-то нам и кажется, что-то так и должно быть, так понимать надо, но если мы не найдем, что кто-то из апостолов сказал, что это так, то мы не имеем права строить на этом фундаменте на своих догадках, теории дальше. Мы берем то, что однажды Павел или Петр сказал. А они об этом и говорили не один раз. И потому именно, вот это согласуют с этими двумя текстами, которые я напомню, послание к фессалоникийцам и послание к коринфянам. И 24 глава Матфея тоже говорит, прошут ангелов с трубою громогласною. И если следовать теории или объяснению, которые вообще-то бытуют во многих сердцах, во многих церквах, это распространенное учение. А то оно объясняет так, что это народ израильский. На Библии говорит, что к предшествию Господа народ израильский будет собрана свою землю. Его не надо будет собирать со всех четырех концов земли. И с одной стороны утверждается теми же самыми богословами, что будут собраны пришествия Господа для суда. Но когда дело касается последнего времени, говорят, это к народу израильскому относится. Поэтому оно никак не стыкуется, если мы имеем какую-то лень, какую-то канву. И при том, все мы хорошо знаем, мы об этом уже рассуждали. Ну раз затронули эту тему, я немножко ее повторяю. Если мы установили, что при седьмой трубе, при последней, забирается церковь, значит, в этой теории вот это было от тайны восхищения, это должна была трубить последняя седьмая труба. А пусть вот этой седьмой трубы уже не трубят трубы. Там только при седьмой трубе было возвещено что наступает день гнева, день суда, и изливается семь чаш гнева. Церковь в это мгновение отнимается от земли, потому что верующий в Сына Божий перешел от смерти в жизнь и на суть не приходит. Вот трубит последняя седьмая труба, в это мгновение церковь отнимается от земли, и начинается суда Божия, семь чаш гнева. И нигде больше вы не увидите, чтобы трубила какая-то труба. Нету ее. Здесь же приглаши архангела и трубе Божией. Или по счету ангелов своих с трубой громогласной. Тогда какая труба? И к один из братьев сказал, сунница, рассуждали, рассуждали, запустили, ну брат, уже то, что нам труба, говорит, мы запутались, поэтому эту люди запутались и труба. А трубы-то уже не трубит. Почтение протрубило, и все. Это финальное. Она возмещила предшествие Господа, суд, а уже тысячелетнее царство начинается с того времени, когда он осудит мир. Уже для него другого сигнала нет, для того, чтобы ищи на землю. Он пришел уже. Просто если что-то недопонимое, то, пожалуйста, можете задавать вопросы. И вы нигде не найдете, чтобы было написано до скорби. Есть одно единственное место, послание к евреям, которое можно истолковать только так. Оно говорит так, что он второй раз придет не для страданий, а для кого? Для ожидающего воспащения. То есть там Павел не вел речь о скорби, не вел речь о чем-то весьма далеком. Он говорил о том, что когда Христос придет, то придет не страдать, а взять своих искупленных. Одну часть этого вопроса подметил. Самую главную. А то, что Бог будет судить мир, он уже об этом не говорил. Да и Петр говорит, если вы помните это послание Петра, он тоже говорит о том, что это будет один день. Вот придет день, это Малахия говорит, пылающий как печь, я просто параллельные места беру. И все поступающие нечастиво будут как солома, и попали ты в грядущий день. А для вас, благовеще, пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Опять одно пришествие. Но для них это солнце правды, а для других суд. И никак не два. И никак не два дня. Два человеческих дня. Но Библия ведет речь о дне Господнем, который не равняется нашим 24 часам. Это промежуток времени. С многих дней состоящих. Мы не знаем, сколько он будет длиться. И когда Петр говорил, что у Господа один день как тысяча лет, тысяча лет как один день, он как раз-то имел в виду именно день Господень, день пришествия его. И там напрямую написано, что об этом дне придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом пройдут, стихи же разгоревшиеся, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. И если это так, то какими должно быть вам ожидающим и желающим предшествия Дня Божия, в которые восполненные небеса разрушатся и разгоревшиеся тихи растают. Вроде бы Петр не знал, что он говорил. Но если взять ту теорию, которую мы не один раз слышали, что день восхищения и день Божий, и день суда, разные дни, то мы же ожидаем не дня суда, мы ожидаем Дня Восхищения, правда? А кто-то говорит ожидать этого дня, когда небеса разрушатся, стихи растают. Что, он не понимал, что говорил? Он знал, что это один и тот же день. Но одним он принесет радость, восхищение от земли, а для других он суд принесет. Вот и все. Поэтому он так и писал. Я не один раз говорил и других текстов Писания брал места. Вы помните, ну, наверное, это, наверное, больной вопрос и не очень-то легко он укладывается. Когда мы рассматривали, может быть, бегло время пророка Ильи, который был взят живым на небо, правда? Есть только два человека в Священном Писании, которые были взяты живыми на небо. Это Енох и Илья. Все, больше вы не найдете никого. Енох был седьмой от Адама, он пророчествовал, верою переселен был и ходил так же. Это говорит о церкви, которая верою ходит, которая говорил о суде, что вот идет Господь. Церковь тоже это говорит, что приготовься, потому что Господь идет. И он был седьмой, седьмое поколение. Адам, Шип, Енос, Каинан, Малиил, Иорет и Енох. Это седьмой от Адама. То есть, если Адам был первым, то он был седьмое поколение. То есть, указывает на то, что церковь взята с седьмого периода или после седьмого периода, при последней, при седьмой трубе. Можно еще добавить веру и Палестину, и Рихонская, это 11 глава послания к евреям. Помните? Вот вы пройдите эту главу и увидите, кому эта вера приписана. И немножко рассматривайте эти события. Они как раз будут говорить о времени, как пророчество на будущее, о времени веры. И там подмечено, что верой Пали стены Рихонские по семидневным обхождении. Помните? По семидневным обхождении Пали стены, верующие на Рихонские. Рихон был проклятый город. Его в свое время разрушил Иисус Навин и защел солью и сказал, проклят, кто восстановит этот город Рихон. На перпице своем он положит основание и на младшем сыне поставит ворота. И прошло долгое время. И однажды отец Ахава эту и сделал. Он восстановил этот город Рихон. На перпице Аверами положил основание, а на младшем сынещем губе поставил ворота. Это город проклятия. Поэтому сегодня дьявол Христос совершил все для нашего спасения. Дьявол пытается эту жертву Господа игнорировать и разлагает землю. Восстанавливает то, от чего Господь избавил все человечество. И это в самом деле так. Если бы люди приняли голгостную жертву Христа, дьяволу не нашлось бы места. Разложения не было бы. Но они не приняли и начали восстанавливать или наводнять землю тем, за что, по сути дела, и Христос умер. Они восстанавливают то, что Христос не хотел, чтобы даже упоминалось. И как Навин пророчествовал, так оно исполнилось. Так было, что Амври и так далее, и так далее, и так далее. Ахав, Ахав человек греха, сын погибели. О нем написано так, что не было такого человека на земле, который, как Ахав, предался бы, чтобы делать дела беззаконные. Это ее характеристика. Разве только еще есть Иеравам такой. Но это оба прообраза дьявола и антихриста. Они только с разных сторон освещают то последнее время, которое пройдет на землю, чтобы люди могли это понять. И в это время Ахава истребляли пророков Господних. Вы знаете, было трудное время. И Христос сам подчеркнул, что во время Ахава не было на земле дождя три с половиной года. Вы помните? А Илья был в изгнании, в потоках Арафа находился. И вороны кормили его, чудесами кормили. А в то время Язавель, силы Язавелю, Ахав совершал преступление. Язавель прообраз дьявола. Ее помните, сбросили сакон, она разбилась. А дьяволе тоже написано, как упал тыс неба, деницу сына зары разбил вся землю попирающую народы. И о дьяволе написано, леб антихристе, что его трупы или его воины, и он сам будет расчеркан зверами. То же самое было и Язавель. Ее съели псы, они только кисти рук остались. Ее сбросили с этого второго этажа два-три евнуха, о чем я тоже говорил. Два-три. Бог троичен. В трех лицах. Он один. Отец, Сын и Дух Святой. Но мы знаем, к этому времени, ко времени скорби, от сердца будет отнят Дух Святой. Два. Но в самом деле он никуда не исчезнет, он не может исчезнуть куда-то. Все равно три. Вот почему написано два-три евнуха сбросили ее с этого верхнего этажа, она разбила все землю. Для чего такие подробности? Чтобы еще они могли анализировать, сравнивать и определяться, о каком времени идет речь. И в то время два-три евнуха сбросили, а Илья вот все эти три с половиной года был на земле, а он в образ церкви. А как человек, греха, сын погибели. Это как раз время великой скорби три с половиной года, когда истребляли пророков господних, когда ничего мучиться, места не находилось там. И Хрисуссом в этом напомнил. Он говорил по другому поводу, но тем не менее он указал сколько же это продолжалось. Три с половиной года. 42 месяца. Это те же самые три с половиной года. 1260 дней. Это те же самые три с половиной года. До времени времен и полувремени. Это те же самые три с половиной года. Только разными терминами, в разном исчислении, но определен тот же самый период времени. Три с половиной года. Поэтому если мы исследуем Писание, то хотим мы или не хотим, но мы все равно приходим к выводу, что церковь, великая скорбь на земле застанет. Но только ради избранных сократятся те дни. Потому что, если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Вот это да, это будет. И сократятся довольно на большой промежуток времени. Насколько, я не могу сказать. Но приблизительно где-то одна треть от всего останется. Поэтому все-таки еще один единственный раз из-за церкви люди получат какое-то облегчение. Потому что я еще раз хочу напомнить, чтобы мы это очень хорошо знали, сегодня все, вся политика, все решения президентов, царей, независимо от их воли, связаны с церковью. Бог сегодня не столько заботится о каких-то государствах, Он заботится о Своем народе. И из-за этого народа Он и весь мир благословляет. Потому что из этого мира Он выбирает для себя людей, которые откликаются на Его зол. На зол покаяния. потому, хотя, допустим, в мире церковь не считается чем-то особенно важным, но в самом деле все вращается вокруг нее. Все вращается вокруг нее. И там, в том государстве, где разрешается проповедовать Евангелие, независимо от того, сколько там можно греха увидеть, Бог продолжает благословлять. Но если даже где-то есть государство, в котором гораздо меньше греха, чем там, допустим, где-то, 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 но там не разрешат проповедовать Евангелие, а Бог вложит в Свою природу. Нет смысла этих людей держать на земле. Потому что невозможно им дать спасение. Евангелие не разрешают проповедовать. И тогда Бог попускает в различные трудности, переживания, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому одна из причин 1917 года было в том, что в России проповедовалось исковерканное нечистое Евангелие. Церковь стояла практически у руля, было государственной религией, и во время судов священники были экспертами в судах. Они ставили последнюю точку в решении вопроса, особенно, когда дело касалось религии, на них не говорили правды никому, ни царю, ни его подчинен, потому что сами пограждены в реке. И Бог допустил то, что мы видели. Это была одна из причин. Дело было не в капитализме, может быть, не в разгуле преступности, но дело было в том, что в этом государстве церковь не оказалась на должном уровне, и стало бессмысленно ее защищать и делать что-то. И я хорошо понимаю, что было трудное время и очень тяжелое время, но если бы до этого времени царствовало православие, то нам было бы гораздо труднее, чем в то прошлое время было. Потому что, если религиозные люди собьются с пути, они страшнее безбожников. Потому что во имя Бога творят преступления и считаются нормальным. Потому что это во имя Бога. Вы меня хорошо понимаете? Во имя Бога способны на все. И Христос говорил, предупреждал учеников, он не говорил не столько о мирских властях, но он говорил так, придет время, когда будут вас гнать за меня и будут думать, что этим служат Богу. Как вы думаете, к кому это относилось? К людям мирским? Нет, нисколько. Это относилось к людям, которые что-то знали о Боге, но не знали истинного Бога. И потом пришло время, значит, вы помните, у Библии об этом не написано, об этом говорит история, когда сжигали Яна Гуса, то одна старушка очень набожная, она не целую охапку подкладывала, она думала, что на этом служит Богу. И вот так научили, что еретиков истребляют всеми возможными способами. И это будет угодно Богу. Поэтому просто мы немножко зацепились за одну тему, но я просто взял, что сегодня за основание или как хочу поставить центром, чтобы все-таки народ Божий, если он находится в повиновении Господнем, он может многое именно из-за праведников, а Бог готов был пощадить Содом и Гоморру. А Содом и Гомора это крайнее моральное разложение. Это лесбиянство, это скотоложство, это мужеложство, это то, что и сегодня у людей не является почетным. Говорят, Содомия или Содомский грех, они в этом погибали. И Господь говорил, если бы я в Содоме нашел, помните, хотя немножко праведников, я бы его пощадил, но там нашлось столько мало праведников, что просто-напросто они не смогли сделать ничего. Они не могли никакого кардинального поворота не могли направить на это. И Господь говорил, ты, Лот, выходи из Содома, а Содом я истреблю, потому что ни на что опираться, а терпеть дальше не могу. Поэтому и сегодня очень много зависит от церкви. Если взять за основание семью, очень много зависит от верующих, которые живут в этой семье. Потому что через них Господь желает совершить свою работу, начиная с семьи, начиная с самых близких, и эту работу распространить более шире в церкви, в деревне, в селах и в городах. И если же там не находятся тех, которые могли бы Евангелие проповедовать так, чтобы люди получили спасение, тогда Бог совсем по-другому начинает действовать. Поэтому я просто хочу, чтобы вы это знали. Потому что, наверное, редко об этом говорится у нас, и мы не совсем понимаем свою ценность. Я говорю о своей ценности, не о своей лишь, но вообще о христианстве. Не для того, чтобы мы гордились, а чтобы мы каждый на своем месте исполняли то по Евангелию, что Господь повелел нам исполнять. И тогда может быть милость и для домов наших, для соседей и так далее. Но если мы это не станем делать, тогда Бог через ангелы не делает. Бог через ангелы не делает. Он делает через людей. Явился ангел Корнилию, он мог бы ему рассказать все, и не хуже, наверное, Петра. При всем том, что Петр ходил со Христом, слышал, что он говорил, имел духовное образование немало, наверное, мы десятой частью не знаем того, что Петр знал. Но ангел все равно знал бы больше. Он мог бы это сделать, наверное, лучше. Но ангел сказал, пошли в Иопию, на такую-такую-то улицу, там-там есть тот и тот, он тебе придет и скажет слова. Он только был посредником между незнающими Господа и знающими. А дело Божье, оно делается людьми. И потом я опять возвращаюсь, чтобы уже, может быть, больше нам на этих вопросах не останавливаться. Верой пали стены Иерихонские. Когда пали Иерихонские стены? Когда пошел седьмой день или седьмой период времени. Шесть дней обходили Иерихон, этот проклятый город, который впоследствии разрушил Иисус Навин и зашеял солью по одному разу, а в седьмой день обошли. Сколько раз? Семь раз. После седьмой трубы изливаются семь чаш гнева. И рухнули Иерихонские стены. А раб блудница не погибла под обломками. Она была выведена из зоны поражения. Помните? А то, говорят, из окна которой будет спущена червленая веревка, то вы видите, не истребляйте ее. Она приняла посланных. Она сделала для них все, на что она была способна, и что могла сделать, то и сделала. Как и сегодня человек который принимает посланных от Господа, или народ Господень, принимает его слова. А чего не означает принять человека Господня? Это принять его вразумление. Это принять то учение, которое он приносит. И естественно он приходит к Голгофе, приходит к тому спасительному потоку благодати, крови Христа, и естественно получает спасение. Потому что верующие Сына Божий, опять повторяю, перешел от смерти в жизнь, и что? И на суд не приходит. Вот куда не приходит верующий человек. На суд. Когда Бог лично будет судить мир, когда пойдут семь ангелов чистых, вы найдете там выше семь ангелов, чистых, пропоясанных золотыми поясами, и у каждого в руке с ним была чаша, наполнена гневом Бога живого. Вот до этого времени вы нигде не найдете, что на землю изливается гнев Божий. Речь будет идти о катаклизмах таких естественных на земле. Солнце помрачилось, там вода делалась, как кровь, часть деревьев сгорела. Но то, что мы сегодня в частности и можем видеть, но нигде не написано о судах Божьем и о гневе Божьем. Вы знаете, о скорби написано, но не судах и о гневе Божьем. А уже после седьмой трубы прямым языком или прямым откровением Господь говорит, что начались суды Божьи. И кто устоит против этих судов? Поэтому может быть и даже при повторном истолковании может быть трудно умещается, но тем не менее Священное Писание говорит о том, что Церковь уберется после Великой Скорби. Но есть одно дно. Вообще вся скорбь состоит из трех частей. Пятая, шестая и седьмая труба. Горы, 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 живущие на земле от последних трех голосов ангелов, которые будут трубить. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падчуя с неба на землю. И был данный ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, дым из большой печи, выборчилась солнце и луна от дыма из кладезя, и из дыма вышла саранча, и я просто не цитирую все, это очень долго. Вы, когда я стал говорить, вы уже помните, если вы читали, как раз время скорби, как раз здесь отмечено, при этой пятой трубе люди будут искать смерть и не найдут ее, ибо смерть убежит от них. И мучил их, кажется, шесть месяцев, и так далее, и так далее, как раз время скорби. Так вот, скорбь состоит с пятой, шестой и седьмой трубы. Но седьмая труба, хотя она включена в общую скорбь, но это уже суд Божий. Верю, что она не касается. Когда трубила седьмая труба, когда изливались чаши гнева, то уже церковь или первенцы стояли на стеклянном море, держав руках гуси Божьей и пели великие чудные дела Твои Господи Божий Сидержитель. То есть, все богословы, которые говорят, что церковь берется в половине скорби, если скорби отнести в седьмую трубу, то они более правы, чем те, которые говорят, что до скорби. Потому что есть сегодня три теории, три категории богословов, три категории христиан, которых можно разделить по понятию событий последнего времени. Первое, самое распространенное, что церковь на земле великая скорбь не застанет. Вторая категория, что церковь восхищается в половине великой скорби. И третья категория, почне скорби. Так вот, есть ли те, которые говорят, что церковь восхищается в половине скорби, имеют в виду седьмую трубу скорбь, то они более правы, чем те, которые говорят, что до скорби. Хотя, одна из ошибок, говорят, что осталось семь лет. дьявол будет обманывать первая половина, а уже последняя три с половиной откроется и будет гнать народ Божий. Так вот, священное Писание говорит, что осталось не семь лет, а только три с половиной. И об этом мы тоже говорили. Я могу напомнить, если это будет полезным. Это ангел говорил с Даниилом, когда он молился, когда узнал, что кончается время наказания для его народа и надо молиться об освобождении, то он сказал так, семьдесят седмин определены для народа твоего и для святого города твоего, чтобы были покрыты беззакония, запечатаны правды вешенные и помазан был святый святых. И так значит, с того времени, когда выйдет постановление о восстановлении Иерусалима и до Христа владыки семьдесят седмин и шестьдесят две седмины. И почте шестьдесят двух седмин будут преданы смерти Христос и не будет. А город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет. И конец будет как одноводнение. Там опустошение написано и так далее, и так далее. Поэтому считаю чем? Сем седмин и шестьдесят седмины. Это сколько будет уже? Шестьдесят девять. Значит, еще читать от самого начала, от поваления, которое вышло, чтобы восстановить Иерусалим. Это будет шестьдесят девять седмин. Семь седмин и шестьдесят две седмины. Значит, в общем смысле, после шестьдесят девять седмин будет предан смерти Христос и не будет. Христос уже был предан смерти. Тогда же были запечатаны многие пророчества. Тогда же был истреблен грех народа. А дальше написано и утвердит завет для многих одна седмина. А в половине седмины будет мера запущения. Когда мы сопоставляем тексты в чех евангелисту, они дополняют эту картину. Говорят, именно в это время Иерусалим будет разорен. И евреи будут отведены в плен вовсе народы. Доколе не окончатся времена язычников. Это будет половина последней седмины. Евреи уже были отведены в плен вовсе народы. Правда? Иерусалим был разрушен. Значит, прошло шестьдесят девять с половиной седмин. И началось время язычников. Был утвержден завет. Начала строиться церковь. Когда последний из язычников войдет. Закроется дверь благодати. Церковь еще будет на земле. Но придут в действие последние три с половиной года, которые отведены евреям. они почти все прожили 69 с половиной седмин. И как раз в эти три с половиной года это будет время великой скорби. Начнется основная работа с ними. Поэтому седмины нет уже. Есть только полседмины. И вы нигде не найдете, чтобы где-то в откровении было написано, что скорбь будет 7 лет. 1260 дней. До времени времен и половремени. 42 месяца. И так далее. 1260 дней. Это только три с половиной года. Поэтому мы не можем говорить того, что не написано. А подготовка к этому царствованию идет параллельно с подготовкой церкви к восхищению. Мир кишнет, доходит до крайности в своем беззаконии, а церковь в то время освещается. Она своей полноты достигает. И все это происходит в одно и то же время. Ну, что еще вам сказать? Это опять-таки, коротко сказать это невозможно. Это только один из вопросов. А по всем аспектам именно вот этого времени можно тоже очень много говорить. С одной стороны, это вроде бы можно и не знать, но нам все-таки хочется знать, правда? Нет, нет, нам не хочется что-то. Как оно, что будет, как оно, все дело повернется. Поэтому говорят так, что лучше всего не думать об этом, готовиться к восхищению. вот это правда. Но когда это время крылом заденет, то будешь тоже что-то думать. Это серьезный вопрос. Это вопрос отнятия Духа Святого от среды. И тот же апостол Павел, который был образован со стороны по-человечески, и в Боге он имел определенные высоты, которых, наверное, из нас никто еще не достиг. Он тоже самое говорил. Вторая глава послания писал на икицем, он вот прямо и ясно, что братья, да не бочит вас никто и никак, ибо дядь не придет, да коль не придет отступление, и не откроется человек греха, сын погибли, противящийся, превозначающийся, превыше всего, называемого Богом или святыни, так что в храме Божьем думать, как Бог, выдавая себя дает, что было у вас, говорил вам это, а вы знаете, что, говорит, не позволяет ему открыться свое время, ибо еще не взят от среды удерживающих теперь, и когда взят от среды удерживающих, тогда откроется беззаконник, поэтому, а вы что неправильно понимаете, что такое от среды имеют люди путаницу в рассуждении, говорят, как так, Дух Святой отнимется, окажет тогда церковь, как она может быть без Духа Святого, сегодня Дух Святой, который Бог дал нам, Он не находится в среде, Он находится в наших сердцах, и в этом разница есть, поэтому от среды отнимется, там написано от среды, мы часто говорим от земли, но там не написано от земли, а от среды, а тот, кто его получил внутрь себя, он его никогда не отнимется, потому что мы не среда, мы члены тела Христа, просто находимся чем в среде, это тоже важный вопрос последнего времени, об этом тоже надо думать и серьезно думать, и много еще вопросов может стать серьезных, особенно, я думаю, и хорошо понимаю, что Христос хочет веру, и представьте себе, открылось для людей, объявился диктатор, а церковь на земле осталась, что думать, остались, правда, остались, и у многих поколеблется вера, а когда мы знаем, что придет, ну что, пришло, но мы знаем, что мы не остались, просто мы идем такой период времени тяжелый, как и Христос черт-голгов ушел, мы сегодня часто думаем, ну как это мог допустить такое, Бог любит и такое допустил, а как Он допустил только Сыну Своему, что взяли, распяли и умер, ну как Он мог такое допустить, тоже можно сказать, если бы Он любил Христа, Он бы так не сделал, правда, но почему бы не сказать, мы часто понимаем любовь Божию, своими параметрами оцениваем, мы Елкиске мы свои рамки понимания, а почему Бог Елку допустил вот такое трудное время, почему, дьявол клеветал, ты Его оградил, ты Ему дал все, отними ограду и посмотрим, а кстати, Иоу переводится враждебно-прешледуемый или несправедливо-прешледуемый, кто сегодня на земле, как правило, несправедливо-прешледуемый, церковь, церковь, и Бог оставил нам откровение, что так вполне может быть, я не говорю, что по этой причине, есть другие причины, лицом к лицу, посмотрим, как они тебе служить будут, Бог ничего не нашел в отношении Иова, сделал одно единственное решение, которое он мог сделать, отнимаю, иди и коснись, отнимаю ограду, иди и коснись, только говорит, душу Его сбереги, вы помните, я просто беру два вот этих события, я не собираюсь, так сказать, подробно говорить о каждом случае, он дважды приставал пред лицо Господне, и остался в постижении, поэтому, и в нашей жизни, часто бывает, я просто с некоторой стороны практик, и я не хочу отрывать Евангелие от жизни, да, он тебе служит, он или она тебя любит, но вот забери у него то и то, будет он служить тебе или нет, и Бог допускает, иди и забери, он пошли, его сдает, он пошли, компенсирует все потери, но на этот момент иди и коснись, и сколько людей не устояло, когда Бог от нас же забрал у них то, чем они особенно дорожили, а ведь в этом есть смысл, не проблема служить Богу тогда, когда все хорошо, а вот служить ему тогда, когда все кругом кажется плохо, и все восстает против тебя, вот где испытание веры, не тогда, когда мы исполняемся Духом Святым, не тогда, когда у нас кругом дружи, когда много молитвенников, это хорошо, так надо, чтобы было бы, но ценность человека узнается тогда, когда он оказывается в трудностях, но не отказывается от избранного пути, поэтому нет ничего необыкновенного, что церкви придется пройти через особые, и при этом очень большие трудности, которых, наверное, не знал мир еще, но нечто похожее, что было в Эрминеронах, когда изжигали, когда на кострах пылали христиане, объятые пламенем, все было, и в этом есть и был вполне определенный смысл, потому что Бог никогда ничего не делает просто так, хотя не всегда нам понятны действия, которые мы с его стороны испытываем, мы просто не можем понять, некоторые слушают, мы немножко понимаем, уже задним числом осматривая свой путь, а многое не поймем мы никогда, может быть в вечности, если Господь захочет, так сказать, кое-что нам открыть, и так далее, и так далее, поэтому не всегда Бог нам объясняет все, не всегда говорит все, но то, что человек закаляется в трудностях, это однозначно, и как правило, те христиане надежны для Господа, которые прошли испытания, неиспытанному Бог не доверит чердезной работе, потому что в определенное время про особых трудностях, он просто провалит этот труд, уже когда он был испытан, когда уже не так страшно, что для других страшно, он пойдет и будет делать, он пойдет и будет делать, если, конечно, не сломается, потому что здесь есть вторая сторона, у мира есть такая пословица, пан или пропал, или более древняя, или грудь в крестах, или голова в кустах, такое бывает, наступает момент, или, или, или ты устоишь, будешь идти прямо за Господом, или ты останешься за бортом, хотя у Бога нет намерений кого-то отлучить от жизни вечной, но в процессе очищения, потому что Господь сказал прямо и ясно, что туда ничто нечистое не войдет, он должен совершать определенную работу над человеком, и будут те люди, которые устоят, а будут те, которые будут на положении, как-то кажется, в Исаии, я то, что не помню, это вот чекстописание, когда Господь сказал так, раздувальный мех обгорел, свинец исчез от огня, а злые не отделились, плавильщик плавил напрасно, отверженным серебром назовет их Господь. То есть неуче люди в этих испытаниях, которые их посягают на пути, отстаивают свои убеждения, многие колеблются. Я вот так вот наблюдаю уже интересное явление. Безусловно, что людям, нам, я имею в виду, мне, вам, очень трудно проходить такие честные места, где Господь нас плавит. Это огонь в полном смысле слова. Но не в том, думаешь, нас где-то на кирогазе поджаривают. А в духовном смысле слова, когда честно и кажется, не знаешь, куда бежать от той чесноты. И вот интересно, одни проходят эту чесноту и меняются, другие почему-то нет. Почему так происходит? Ну, мне чему нетрудно сказать, почему так происходит, но факт остается фактом. Одни прошли испытания, поменялись, другие прошли. Нисколько. И права Библии, которая говорит, говорит, раздувальный мех обгорел, свинец испел от огня, а злые не делились, плавишник плавил напрасно. Отверженным серебром назовет их Господь. Я, конечно, не направляю эту личность к кому-то, потому что всегда такие письма гневные поступают. Почему ты так сказал? Какое ты имеешь право? Я никого ни в качел, ни кидаю, я не знаю, кто из вас серебро, кто золото, я просто говорю то, что написано. Но вот всегда находятся такие люди, которые мне послали такие записки. Зачем ты так сказал? А то ты мне говорил. Довольно, я не видел, что ты сидишь там. Если бы ты не написал письмо, то я бы не знал, что ты сидел. И какой мне смысл, тебе что-то говорит там. Ну, говорят, кто порося украл, того в ушах пищит, да? Вот как ты не говоришь? Ну, вот так. Или навару шапку, говорит, говорят. Ну, что же делаешь? Поэтому я просто хотел бы, что, наверное, хотя тут еще записок много. Ну, первый послание к коринфянам. Почему я с маленькой буквы? Ну, знаете же, наверное, мы еще будем читать и послание к коринфянам. Может быть, опечатка. Потому что у Библии могут быть опечатки. И в одном издании, большой, и это чаще всего бывает в изданиях более ранних Библии. Сегодня набирать на компьютере, не нажал на shift, а поставил пальцем мак, будет маленько, и прошло. Поэтому мы просто смотрим по смыслу. Что-то удалено сознательно. Убрали в одном месте вопросительный знак и совсем поменяли смысл. Потом страшили, что не надо там. Поэтому здесь почему действительно написано с маленькой, ну, причины есть на это. Кто-то где-то не сботался, да и написал. Прыск, что десяти девок объяснить. Многие говорят, что Антихоц уже родился и правит где-то в Европе сейчас. Но не знаю, где он правит, а то, что он родился, это точно. А вот кто он, в какой стране, из какого народа, это пока что неизвестно. А? Да. Почему? Потому что о кресте тоже знал очень узкий круг до определенного времени. И только тогда, когда при крещении Иян Креститель указал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, тогда он открылся всем, что он Мессия. Так будет с этим человеком. Если же вы, Галатам 5,18, если же вы духом будете, написано слово духом с малой буквы, слова не разберу никак, к Духу Святому, или нашему внутреннему Духу, который находится внутри нашего сердца, что такое угнетающий Дух? Оставляет ли нас на время Дух Святой, чтобы испытать нашу веру? Или это не так, то есть неверно, что такое период депрессии? Ну, во-первых, здесь много просто современных терминов. И потому надо искать эквивалент библейского, чтобы было понятно. Во-первых, почему написано духом с маленькой буквы? Вполне нормально. Потому что двигающим центром нашего существа является наш дух. Наш дух. Поэтому пишут духом водитесь. Идет борьба между духом и плотью. За нашей плотью стоят демоны. И если наш дух не укреплен духом святым, он не может противиться плоти. Поэтому дух святой укрепляет. А дух святой направляет наш дух. А наш дух тогда становится впереди, и за ним следует плоть наша. Потому что здесь правильно написано. Вы найдете другое место. Значит, дела плоти известны, и дела духа. В одном месте найдете духа с большой, то же самое мы, в другой с маленькой. Просто в одном случае автор, который писал то или другое, имел в виду, когда писал дух с большой буквы, что все-таки вот то, что дух наш силен, и плотью не может побороть, это работа Духа Святого. Другой обратил внимание на наш дух. Если говорит дух мой молится, то ум остается без плода. Если он молится, то на языках, на речи. И сам по себе он не может молиться. А Павел говорит дух мой молится. В другом месте вы найдете по-другому. Молясь духом Святым назидать себя или сохранить себя в любви Божьей в послании Иуды. И то, и другое верно. Под воздействием Духа Святого молится наш дух. Вы думаете, сегодня я кричу, это Дух Святой кричит, это я кричу. Но то, что я вам говорю, я не от себя верю, а Духа Святого. Как бы вы не сказали, будет правильно. Но с одной точки зрения вы понимаете, что не Дух Святой сегодня так отходит, не Дух Святой кричит, не Дух Святой руками махает сегодня, а я. Потому что я индивидуальность, кто-нибудь другой стоял бы здесь вот так руки сложившую, кто-то бегал бы с микрофоном по залу, но это не значит, что это Дух Святой бегает. То есть под его воздействием я так выражаю свои эмоции, я так излагаю учения. А друг это делал бы по-другому. То же самое, но немножко в силу своего характера, он по-другому это делал бы. Поэтому наш Дух и Дух Святой. И если мы внимательно рассматриваем тексты, то мы не найдем противоречий. Потому если Христос говорит через вас, говорит через меня, то самого уже нету здесь. Есть Дух Святой, которых вы не видите. Ваш голос, ваша способность говорить, ваш набор слов, лексикон вам присущий, этим пользуется Дух Святой. Когда мы слушаем приемник, говорим, кто-то говорит, ярл пести, ярл пести, коробка вещей, он говорит, ярл пести, говорит. И можно спорить, правда? Если вот так быть придирчивым, можно зачет целый скандал. Он коробку назвал ярлом пести, совсем с ума сошел. Но в самом деле ярла пести нет, есть коробка. Но говорит, ярл пести, так и здесь. Христос или Бог во плоти был только на земле в челе. Это Иисус Христос. И больше никогда Бог на земле не был. Написано, если бы ты сошел, то земля бы растаяла, горы таяли бы как воск. А Библия в другом месте будет говорить, я видел Бога, да? Но он не увидел так, как он мог воспринять. Он был огражден от той силы. Или явился ангел Моисеев пламени Грашев Черного Куста. Сефан так говорил. Но голос этот ангел был Божий, потому здесь нет противоречий никаких. На Горосинае были ангелы. Сефан об этом говорил. Но говорил Бог. И даже от славы ангелов эта земля гораздо милости колебалась. Поэтому если быть внимательным можем найти много противоречий. Но по сути дела там их нет. Там их совершенно нет. Все связано воедино. И есть связующие звенья, которые все связывают. Никаких противоречий не существует. Если только мы не внимательно читаем, то да. Или не понимаем чего, то да. А в самом деле все правильно. Видел Бога правильно. Написано никто не видеть не может. Тоже правильно. Поэтому мы можем казаться иногда странными для тех людей, которые не совсем понимают учения Господни и не читают Библию. И я ничего лишнего не сказал. В одном есть написано видели Бога и ели и пили перед Ним. А Иисус говорит Бога не видел никто никогда и видеть не может. И то и другое правильно. Вот так как Бог открылся им они видели они слышали его голос а вот таким каким он есть его только Христос видел. И даже ангелы никогда не видели они творения. И они Бога воспринимают так как Бог спланировал открываться им а не вещь его. Живые вещи. И поэтому я просто это хочу ну чтобы вы знали может быть где-то когда-то пригодится вы знаете сегодня ученые научились на своих экранах ловить волны определенные невидимые. И они видят отражение разные цвета спектр различный. Они говорят это вот такая волна это вот такая. Но в самом деле не саму волну видят. Они просто научились как-то изобразить ну чуть-чуть более материально и видеть и различать. Но саму волну не видел ни разу никто никогда. А на экране локатора видят все это. Ревнуйте о дарах больших и я покажу вам путь превосходнейший. Так написано, да? Да, действительно? Хождение в Боге под воздействием Духа Святого это путь более превосходнейший, чем сегодня хождение разумом. Это превосходнейший путь. Когда Бог учит, когда Бог наставляет, когда Бог разумляет. Это путь более высокий и более точный. через это хождение человек получает особое благословение. Это не секрет, что сегодня многое мы делаем по разуму. А когда то делает Господь, Он немножко делает по-другому. Хотя Он нас хорошо понимает. Поэтому это и есть путь превосходнейший именно ходить под водительством Духа Святого. А для этого и существует водительство Божие. И дары Духа Святого, и внутренней способности отвечать голос Божий, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что мы очень много тратим времени на решение необходимых нам вопросов, если не находимся под водительством Духа Святого. Когда то делает Дух Святой, Он знает время, Он знает, где нам что взять. И когда мы верим, оно как-то неожиданно приходит. Но когда мы не верим, делаем сами. Мы и достигаем того же самого, но тратим уйму времени. Пошел, нету, побежал, разобрали. Я о простых вещах говорю. Пошел туда, говорит, вчера было, а сегодня нет. И я хорошо понимаю, у Бога нет мелочей. Если было такое водительство точное, очень много времени было сэкономлено для Господа. А так, вот так и бывает. Почему не все верующие получают крещение Духом Святым, а некоторые получают и отходят от церкви. Но вы знаете, однозначно как ответить на этот вопрос? Каждый человек, это государство собственное, это свой внутренний мир, это свой духовный потенциал и умственный, это свои минусы, заложенные от рождения, это свои плюсы. Поэтому почему? Единственное, на что я могу ответить, утвердить, и точно, что Бог желает, чтобы все люди были крещены Духом Святым. Потому что так написано, это принадлежит всем, и дальним, и близким, кого не призовет Господь Бог, а почему не получают, у каждого могут быть свои причины. А основная причина, основной грех неверия, а неверия базируется на определенных грехах, на определенных минусах в человеке. Только такой вопрос можно дать. А спросить, почему я не получаю, почему он не получает, я не могу на это ответить, потому что я не Бог, и я никогда не красил Духом Святым. А если он это не может, то он может сказать, почему, в чем дело, в чем причина, потому что это вопрос, который невозможно ответить, почему. Причина есть, но одно надо удалить, чтобы Бог желает, чтобы мы были крещены Духом Святым. А почему нет, наши причины, наши причины, личные, собственные. А почему отходят? Потому что они не живут по Духу, который получили. Одно дело получить, а другое жить. И Библия говорит так, все водимые Духом Божиим, кто есть? Сыны Божьи. Не просто крещеные, а водимые. Можно быть крещеным и быть таким плотским, которым никогда не бывает даже не крещеным. Вы согласны на это? Проигнорировать его, не обратить на него внимание, и он перестанет вам мешать жить греховной жизнью. Очень долго может не уходить из сердца, но есть возможность, что уйдет и займет бес. Кто-то здесь писал, уходит он или приходит назад, если крещен Духом Святым, никогда не уходит. Он может быть огорчен, он может быть оскорблен, он может быть угашен, но если он уйдет, вы будете одержимы сразу. Крещен мы такого не бывает, чтобы ушел Дух Святой и остался свободным. Он уходит только тогда, когда его вытесняет грех какой-то. И человек стоит на стороне греха. Потому что с одной стороны он дан нам для того. Поверьте, это не награда за святость. Дух Святой и дарить Духа Святого это не награда за нашу святость. Это сила, чтобы нас увести в святость и чтобы наша плод не командовала нами. Он для этого удается. Но все-таки определенная святость, определенный уровень должен быть. Подружеский человек занят сердце другим духом никогда Бог его не крестит Духом Святым. Надо сначала освободиться от того наследства, которое уже живет, а потом молиться о крещении Духом Святым. Эти два духа никогда не могут жить в одном сердце. Или один, или другой. Вы тогда можете поставить следующий вопрос. А как же так крещеный Духом Святым, но так часто вспыльчивый? Часто бывают неуравновешены. Еще дело в том, что в этом случае грех живет в плоти, претендуя на Дух наш. И через мысли он может проникать в наш атом через сердце, но не живет в самом сердце. Он только претендует на сердце, потому что грех живет во плоти. Так написано. Вы помните, где написано и как написано? Кто помнит? Ну, давайте скажите. Я знаю, что не живет во мне и поправляется, то есть во плоти моей добрые. Потому что когда живет в духе уже, значит, этот человек одержимый, его отправляют в психбольницы. такие люди, ну, я почти каждый день имею такую практику, они обычно во время молитвы падают, теряют сознание, они не владеют своими устами. Человек спыльчивый, он только тогда не владеет своими устами, когда он допустил взять в удел эти уста, а в остальное время он говорит то, что ему хочется. Поэтому в этом есть две разницы больших, во плоти и в нашем духе. Именно через плоть эти злые духи пытаются пробиться в сердце. Один раз сделал, стыдно, другой раз сделал, уже меньше стыдно, третий раз сделал, уже совсем не стыдно, а дальше в сторону, нормально вообще так делает. И вот когда свободная воля становится в сторону, когда человек соглашается полностью и не считает этого ненормальным явлением, тогда как правило, демоны и входят. Я не говорю, когда дело касается сосудов, когда иногда дьявол подделывается под Дух Святой, там поверил, доверился и занял. Там немножко другой механизм и другой подход. Я пока что говорю о тех наших плотских грехах, различные похоти, различные, я не вижу только такое половое увлечение, их много очень тех похотей, самых различных. Есть скверно плоти, есть скверно духа, вы, наверное, это знаете. Если, допустим, похоти различные, плоти, то зависть это уже к духу относится, где зависть и сварливость, там не устроится, и все худое, и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, какая разница, что погибнуть, от плоских или от духовных, но тем не менее, Библия делит издельно некоторой категории, и в этом есть определенный смысл. Не совсем понял, в чем сущность вопроса. Нет, силу нельзя принять без Духа Святого. Но вы поймите, как можно принять силу и не получить той личности, которая дает силу. Если я, допустим, захотел воспользоваться вашей силой, попросил бы что-нибудь там мне сделать, а сказал, но вы ко мне не приходите, дайте мне только вашу силу. Мы сказали, ну ты что? Мы же не можем так. Поэтому без принятия Духа Святого нельзя принять силу. Вы примете силу, когда сойдет на вас кто? Дух Святой. Там же прямо и понятно. Это сегодня есть в учении такое разделение, но Библия никогда так не говорит. Здесь может возникнуть другой вопрос, может быть немножко другого характера, а почему мы крещенные Духом Святым, тем же самым Духом, который крещен апостол Павел, а сегодня не видим того результата той работы. Это уже другой подход, потому что не дали возможности ему проявиться. Прежде же пали в искушение и Дух Святой был ухажен. Он живет, Он не ставил, натирается щила. И я, помните, недавно говорил, у церкви проповедь на тему, что царство Божие не пишет питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот как раз праведность и есть хождение по слову. Если мы ходим не по слову, то эта сила Божия не может проявиться. Кто верует в меня? Есть такой у нас текст Писания, но не совсем правильно расставлены слова в неопределенном порядке. Как написано в Писании, у того еще потекут реки воды живой. То в нашем переводе написано кто верует в меня, у того еще потекут реки воды живой, как написано в Писании. Но тут оно не совсем точная расстановка. Точная расстановка. Если вы веруете в меня, как написано в Писании, тогда из шрева ваша потекут реки воды живой. А если будете веровать так, вам хочется, то никакие реки тишь не будут. Что значит веровать? Это значит жить, по сути дела. Покажите веры вашей. Это характеристика веры. С говорим, вера же есть осуществление ожидаемого. И уверенность видим. Это одна из сторон. Но если вот эта вера, о которой мы читаем в послании к евреям, охватила наше сердце, то она не даст нам возможности жить так, как мы хотим. Мы будем жить по Писанию. Если же где-то только часть нашего сердца, уголок, в вера тоже разная бывает, тогда в нашей жизни может быть все. Это значит, что мы не совсем стоим в вере. О чем Павел подбуждал? Братья, братья, что значит братья? Это раскаивающие люди. Это люди, принявшие Господа. Это люди, может, даже крещенные духом спятым. Но братья, смотрите, веры ли вы? Он не спрашивает, верующие ли вы? То есть, ходите вы там где-то молиться? Нет, это не спрашивают. Братья, смотрите, уверили ли вы? А быть в вере, это означает, чтобы в нашей жизни исполнялось слово веры. Какое слово? А вот еще. Не одна 11-я глава постановит евреям. А вот это слово вера, это еще слово веры. И здесь нет слова неверия. Евангелие, Библия, его нельзя делить так, как мы привыкли делить, потому что Библия включает в себя и Евангелие. Это одна из частей Библии. Но мы уже так привыкли в своем обиходе. Библия и Евангелие. Библия это Старый Завет, а Евангелие это Новый Завет. Ну, нам так понятно, мы так пользуемся. Поэтому она охватывает веру в все. И если будете веровать в меня так, как написано в Писании, тогда из шлева вашего потекут реки воды живой. А если будете веровать, так вам заблагорассудится, я еще раз повторяю, никакие реки течь не будут. И в этом разница между нами и ими первыми. Они положили на алтар служения всю свою жизнь. И они пошли и проповедовали. Надо идти в огонь, в огонь, надо идти в печь огненную. Они знали, что приговорили себя к смерти. Вы помните слова Павла? Нам последним посланникам Бог судил быть как бы приговорены к смерти. И мы сделали позорищем для мира, для ангелов и для человека. Что значит быть приговорен как бы к смерти? Это очень высокое духовное состояние. Когда щедрак местах Евдинагу приговорили себя к смерти, то они пошли в печь и остались живы. Но если бы они себя к смерти не приговорили, они бы не пошли в печь. Вы согласны с этим? Они сказали так, Бог наш силен спасти нас от печи. А если бы даже и не так, то мы твоим истуканом все равно слушать не будем. И мы твоему истукану не поклонимся вот этими словами. Когда у них могла быть вера, о которой мы сегодня мечтаем? Если Бог сказал им не два не 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 но они не не имели. Они знали только одно, что мы не имеем право поклоняться чужим богам. Знаем, что Бог силен спаси нас от огня, от смерти, от печи. Но Бог нам пока что ничего не говорил на эту тему. Поэтому мы не знаем будем мы живыми или нет. Поэтому мы приговорим себя к смерти и ради исполнения Слова Божьего мы вступаем в печь. Вот разница. Мы иногда верим и сами не знаем к чему верим. Нам так захотелось чтобы так было. Нас сегодня так часто учат. Какое есть ты должен верить. А вера это уже нет места для если. Да. Если Господь нам говорит. У Библии так получалось неоднажды. У нас ситуация какая-то библейская. Мужи Божьи тоже так проходили путь. И нам надо пройти. Но Бог говорит. Не боюсь иди я тебе помогу. И Бог говорит. Не наш общенный разум говорит. Тогда мы даже несколько сомневаться в том что что-то но если Бог нам не говорил разумом мы не можем проникнуть что будет дальше. Мы просто приговариваем к смерти отдаемся в руки Божьей и идем исполнять волю Божию. И есть что Бога в планах. Нет претерпеть то или другое то он силен спасти нас. Говорит пойдешь через огонь не обожжешься пойдешь через воды они не потопят себя. Вы помните это местописание. Это уже это не есть расхлябанность. Это не есть безразличные отношения. Потому что вот эти два состояния человека они могут быть очень похожими. Безразличие а будет что будет. И другое я исполняю волю Господню. Я не могу поступить иначе. Я зараспялся Христу. И тогда в жизни такого человека будет только то что Бог определил. И не больше и не меньше. А если он не знает воли Божьей, значит себя такой верой собственно назидает, у него может быть падение в вере. Он ожидал что будет так, а его не стало. Как понимать? Вера слаба, это была не вера, это был обман. Там где была вера, там есть успех. А если нет его, значит что-то не то. Не то было как надо. Поэтому вопрос веры это серьезный вопрос. Вопрос испытаний серьезный вопрос. И наверное Ио очень сильно верил. Верующий будет человек Ио, правда? И однако он не все знал. И вот те его слова «Зачем ты меня преследуешь, гонишь за мною как лев, нападаешь на меня?» Он говорил только того, что он не знал, что произошло. Он говорил так «Если я сделал то и то, пусть моя рука отпадет от плеча». Он не находил, почему такое может прийти в жизнь. Или «Если я смотрел на чужую жену, пусть над боей издеваются другие». Он понимал, что-то у него не было. И по его вере вот такое, это не должно прийти было в жизнь. Но оно пришло по другой причине. Пришло время, я об этом сегодня уже напоминал. Но он остался верен. Он сказал так сначала, Господь дал, и что? Господь и взял, да будет имя Господне благословенное. И когда уже его кожа распадалась, да, у него приходило такое откровение во внутреннего человека. Он говорил так, вообще-таки я знаю, что мой искупитель жив. И он в последние днищие восстановит распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узру Бога. И я узру его сам, никто другой, а я узру. Это же было внутреннее озарение, которое шло вразрез с теми словами, которые он говорил. Зачем ты это делаешь? Зачем? Потому что человек есть человек, а вера очень часто резко отделяется даже от самого человека. В нем как бы два человека говорили в это время, и один, и другой. Один был поражен, как бы раздавлен, а другой держался верою. Ну, и эта вера, конечно, его не постыдила. Ну, что такое перед депр, что такое угнетающий дух? Ну, тот, который угнетает человека, который как камень лежит, а какой дух угнетающий? Это не просто какой-то род дух, это определенный дух, который власть взял над человеком. Любой дух может угнетать человека, потому что это не чистый дух. Понимаете, о чем я говорю? А то не просто есть род дух, который угнетает, а там другой дух радость сцеляет какую-то особую. Они все угнетают, они все разоряют человека, потому что они демоны дьявола, которые пришел украсть, убить и погубить. Где вы найдете род духа дьявольского, который пришел принести радость? Вы нигде не найдете. Ну, да, определенное время, когда преступник добивается успеха, радуется, но это не та радость, которой мешают люди. Это просто дьявольская радость. Это и все эти духи, в конце концов, они угнетают человека. А какой род? Ну, это уже у каждого свой может быть. Кто-то с родейством связан, кто-то с другим родом каким-то. Но опять-таки это немножко не по теме вопросы. Стоит ли обращаться к пророкам в конкретных ситуациях или ожидать разрешения проблем воли Божией и по обстоятельствам. Все ли пророки от Бога? Как отличить? Но на этот вопрос отвечает само Писание, что не все от Бога. Есть пророки от собственного разума, есть пророки от Бога и есть пророки от дьявола. Уже мне тут мудрить не стоит. И наше время оно практически не отличается от других времен. Все, что есть у Бога настоящее, всегда есть подделка дьявола. Это мы должны хорошо знать. Поэтому я думаю, что вся беда наша в том, стоит ли обращаться к пророкам, она и заключается в том, что очень часто не хватает веры, доверия, и мы не знаем что-то за пророки. Потому что если бы были все пророки на страже, то, конечно, без разговора. Что может быть проще? Что может быть проще? Но так как есть небодрствование, говорят, ну, зачем ты, сестра, вот так прошла, ты же сама себя. Ты знаешь, что, мне жалко стало этого человека. Приехал издалека, заплатил деньги, в дух ничего. Ну, я же ничего плохого не сказала. Я сказала, пребывай в благодати, Бог тебя любит, и Бог тебя будет любить. Я же правильно, но Бог не говорит, и сама сказала. Жалко. Я конкретный случай говорю, я не просто выдумываю, а то, что бывает. Поэтому, наверное, вот отсюда иначе стоит ли обращаться. Поэтому есть испытанные, которые мы знаем, и есть хотел бы, но и тем не менее, они очень нужны и должны быть, настоять на страже. Не всегда. Здесь даже стоит вопрос так. Или дать разрешение проблемам волей Божьей повстоятельствам. Вы знаете, я имею очень хороший опыт от последних дней. Но в этом смысле слова. Дело касается не нашей церкви. знаете, что я езжу по всей области. Мне кругом приходится работать. И был один вопрос, который я не мог бы решать так, как вы можете решать. Почему? Потому что мне надо решение делать определенное. во многих случаях можете себе спокойно отдать на течение. Пусть там кто-то решает. А мне какое дело? Может быть с одной стороны и правильно, но мне в других случаях нельзя так. Стоит просто ребром и надо делать надо поставил две нужды. Одну за одного брата, тоже не в нас есть, просто мне пришлось быть в тех местах, вторую за церковную нужду. И Бог настолько ясно все разложил, конкретно, сначала на одну нужду, Господи, вот на эту первую отвечай, вот так и так, а вторая вот так и так, 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 так. По ходу обстоятельств мне надо было делать совсем другое решение. В церкви пошло все по-другому. Но на основании того, что Бог сказал все, этот вопрос надо было бы по сегодняшним событиям решить вот так. Но все с тем, что Бог сказал вот так, будет вот так. Мы немножко поняли, для того, чтобы было понятно было говорить конкретно, я просто не хочу говорить конкретно. А думаю, надо. Ну вся беда в том, что очень часто есть не бодрство, в чем беда. Поэтому мы практически никогда не говорим пророкам, что за нужда, чтобы их не смущать. Я уже, наверное, довел речь о духовной свободе когда-то в своей церкви. И очень часто люди, имея определенное знание, это семя, которое пощейно, оно имеет свой голос. В определенный момент оно может возвысить свой голос, поэтому мы не говорим. Иначе бывает так, наслушается, узнает, а после пророчествует. И это не есть одерживание, это есть не бодрствование. поэтому я часто говорю, что пророки не должны иметь собственного мнения, это не ваше дело. Меня не должны интересовать людские мнения, слухи, которые ходят о нем, иначе они могут сработать как голос пророческий. Я должен быть свободен. И тогда не надо будет различать голос от голосов иных. Мы такой псалом поймем, это правильный псалом. учит твой голос различать от голосов иных. А я говорю, а зачем ты понабирала столько голосов? Зачем они тебе нужны? И сначала коллекционируют, а после разбираться, что за голос где. Поэтому легче в чего, и, наверное, было бы проще хранить свое сердце, что нам часто бывает очень трудно делать. И нелегко, и непросто. И поэтому, наверное, вот такие вопросы и возникают. Стоит ли и они должны быть, но должны хранить свое сердце в чистоте. Чтобы ничто нечистое не могло проникнуть и сделать свою работу. А это все бывает очень просто. И я вам приводил пример. Например, Петра мне надо идти на крест, а дьявол тут же приносит пожалей его, он не заботится о своей жизни. Петр подходит и говорит ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Вы помните ответ Христа? Отойди от меня. Кто? Может, нам кажется, что он Петра сатаной назвал? Направо он сатане сказал, который воспользовался устами Петра. Отойди от меня, сатана. И вот ты думаешь, а что человеческое? А он использовал человеческие отношения, человеческие слабости, человеческое непонимание. Он то не совсем понимал миссию Христа, для чего ему надо идти на крест. Если даже и понимал, то не полностью, потому и выдал такое откровение. Это вот вся причина. Понят три меры муки. или вообще не надо брать это в сравнение? Ну вообще как не брать сравнение, когда Христос сравнил? Ну сама логика говорит, что он другого не нашел. Для нас очень многие высказывания, очень многие нюансы из речи Христа кажутся ненужными и непотребными. Но в Слове Божьем нет ничего непотребного. И нет того, чтобы не расшифровывалось. Почему я знаю? Однажды Господь мне сказал так, говорит, мое слово это высшая математика. И в нем нет ничего лишнего. С одной стороны, мы все-таки обращаем внимание, скажите, для всех это интересно, или только для некоторые, чтобы мне не занимать времени. Хотя я, наверное, и говорил на эту тему уже. Это притча о том, что Царство Небесное подобно женщине, которая взяла закваску, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Это притча на первый взгляд очень неудобно вразумительная. Конечно, если в истолкование, что закваска это Слово Божие, то может было бы легче проравнять к Царству Небесному. Хотя здесь были бы неувязки. были бы неувязки, если рассуждать. Но если взять по Писанию, что закваска это грех, то очень трудно связать эти две вещи. Что Царство Небесное подобно греху, который все изуродовал. Но получается так. Но между тем, это так. И нигде Священное Писание не называет Слово Божие закваской. Закваска означает начало порчи. Заквашенное тесто, заквашенный суп, в конце концов, он просто разложится и испортится окончательно. Поэтому и тремир муки, и закваска, и женщина, она имеет свой смысл. Павел прямо подводил неоднократно, что закваска есть грех. И первой личностью, которая положила в мир грех, скажите, кто был? Кто была Ева? Мужчина или женщина? Женщина. Именно Ева взяла и положила эту закваску в мир. Тогда при чем есть Царство Небесное? Ведь в Царство Небесное ничто нечисто не войдет написано, правда? И здесь кажется на первый взгляд явное противоречие, неправильное понимание, неправильное истолкование. Но я возьму вот для того, чтобы войти в Небесное Царство надо отказаться от своей праведности, признать несостоятельность своей жизни, покаяться, и тогда получишь одежду праведности от Христа и войдешь в Царство Небесное. Уловили вот эту линию рассуждения, чтобы войти в Небесное Царство нашей праведности даже самой высшей недостаточно. Ибо написано «Вся ваша праведность как запачканная одежда». И человеку очень трудно признаться, что он грешник, что у него нет праведности. Как правило, вот послушайте людей, как они рассказывают о своем детстве. Это были кумиры своей улицы. В школе были самые лучшие дети, самые мужественные, самые справедливые. То есть они были центром у всего, так сказать, этой местности и окружения. Но это же не так. И рыбку кто скажет «А я был трус». Это из тысячи один назовет вещи своими именами. Как правило, то вундеркинды на своем месте и в своих действиях. Человек не способен часто называть вещи своими именами. Да, есть и такие, которые в определенных местах на определенном месте и были такими заводилами. Да, по разговорам почти каждый это великая личность. Вот настолько человек не способен давать себе критическую оценку. А для того, чтобы принять Христа, надо признать, что я грешник. И, как правило, это очень трудно людям дает. дьявол желающий погубить людей уводит грех. А Бог допускает, чтобы грех выбил все основания жизни человека. И, как правило, один сел на белого коня, другой, говорит, я, говорит, добился до ручки, третий, говорит, я потерял все, то есть в его жизни ускитило все. И, когда некоторые решили покончить жизнь самоубийством, по молитве народа Господня, Бог дал просветление. Вот момент решает. Вы уловили в чем дело? Что заставило человека сделать шаг к Богу? Вскисло все основания, все основания выбиты, все надежды разрушены. Дьявол еще для себя только есть одно, петля, кончай жизнь. И в это время, когда люди молятся, Бог дает просветление человеку, это его шанс покаяться. у него все основания выбиты, дальше жизни нету. И он тогда признает свою несостоятельность, кается перед Господом, Бог дает ему свою правильность и вводит его в Царство Небесное. Вот поэтому Царство Небесное подобно закваске, которую женщина Ева вжавши положила в три периода времени. Время до закона, время закона, и время благодати. Ведь в конце периода благодати Господь придет и заберет церковь. О чем мы сегодня тоже немножко говорили. Сейчас поняли, о чем я хотел довести. Оказывается, что Бог считает дьявольскую работу. Мы часто не понимаем, почему мы начинаем молиться, а с нашими детьми становится еще хуже. Потому что еще не все вскисло. Еще у него нет нужды каяться. Он еще надеется, сам не знает на что. Кто-то надеется, закодируюсь, кто-то надеется, женюсь, жена поможет, кто-то надеется, еще на что-то, не вскисло все. И я в связи с этим часто привожу притчу о блудном сыне, который расточил все свое имение. Помните? Забрал отца имение и пошел. И вот началась жизнь. Сначала расточил все имение свое. Надо было уже думать. Можно подумать, а что дальше будет? Но он еще никак не решается вернуться к катору. Даже не думает об этом. Еще говорят, пойду там на поля, наймусь на работу, да буду жить. Пошел, нанялся на работу. Жизнь пошла кувырком. Не хватает на пропитание, голод в той стране. Он говорит, хорошо, зачем мне там есть что-то особое, то я с свиньями буду питаться. Питаться с свиньями, но еще не решает проблему возвращения. И когда не стали давать свиной пищи, он тогда пришел в себя, покуда не вскисло все. Бог никогда насильно не заставляет человека идти к нему и каяться. Он предлагает. но по молитвам чьим-то создает такие условия для такого человека, что вынужден будет решать вопрос или я окончательно ухожу с этой земли, смысла нету дальше жить, или я обращаюсь к Богу. Это, как правило, случается в тот момент, когда вскись нет все. И многие из вас именно в таком положении познали Христа, когда поняли, что дальше жить невозможно так. Потому женщина была Ева, закваска грех, три меры муки, три меры именно названы. Это три времени и во все это время грех продолжал свою разрушительную работу. И придет время, когда на земле вот царицы человек греха с ним погибели. Вот значит что-то такое, когда для всякого греха будет дана полная свобода. Но в это самое время церковь Христова она строится, очищается, освящается и пронавляется к небесному царству. Учится сознательно отвергать грех. Мы часто спорим, каким был рожден Адам? Святым или каким? Он был рожден невинным. Если бы у него была та стопроцентная святочка, которая нужна была, он никогда не упал бы в грех, но ему ее не хватило. Это да, в последствии надо было учиться в борьбе с грехом отстаивать чистоту, учиться жить свято. Поэтому даже то, что делает дьявол, если Бог берет на свою работу, оно в конце конца послужит нам в пользу. Вы помните, как хирам царь цирский доставлял Соломону лес на храм? На него рубили, связали у плоты, лишали своего места и отправляли по морю. После некоторого времени эти деревья, струбленные там, где они росли, оказывали, как Соломона, обчесывались, подгонялись по размерам и щены закрывали этими досками кедровыми. Но это делал хирам царь цирский. Скажи цару цирскому, ты полнота мудрости, венец красоты, ты находился в Едеме, в саду Божьем, ты был помазан хирургимом и так далее. Есть характеристика дьявола. Поэтому он, желая погубить, заставлять нас признать свою несостоятельность и принять праведность Христову. А без этого мы не способны сдаваться и сказать, что мы и сами сможем. Мы кое-что и сами сможем. Поэтому вот такое бывает в жизни. Давайте мы, наверное, давайте по Библии. Мы читали 27 главу. Совещание об Иисусе, Иуда предал, раскаялся, но это раскаяние, оно не соответствовало раскаянию Петра. В его сердце наверное было просто сожаление, что он так сделал, но он хорошо понял, он хорошо понял, что он сделал зло, предав кровь невинную. И тут на что мы обращали внимание, и на что я сегодня хочу обратить внимание, Иуда сказал так, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того? Смотри сам. Дьявол всегда так делает. Сначала убеждать человека, что это не страшно. Ну что ж ты, согрешишь, придешь, покаешься, и себя просят, хотя за сознательный грех, его так просто не снимешь. Обязательно Бог будет в своем время считаться с человеком. Если он это сделал нечаянно, но не планируючи, это одно положение. Когда ты обдуман в надежде на то, что все будет хорошо, это не пройдет. Как Бог будет судиться о твоем вопросе, сильно ли, немножечко ли, об этом трудно сказать, но Священное Писание говорит, что Бог не безразличен к тому, как мы поступаем. Дьявол же, он всегда бросается в крайности. Сначала говорит, это ничего страшного нет. Все так делают, и тебе пройдет. Вот тот так сделал, наказали, все нормально, ничего страшного. Но когда человек сделает, он наоборот говорит, никто тебя не просит, никто с тобой говорить не будет, и давит очень сильно. Для чего? Чтобы человек не обращался к Богу. Он показывает нам многие примеры, хотя мы не всегда понимаем, почему Бог с тем или другим человеком поступил именно вот так. Мы, как правило, по-своему даем толкование, почему этот человек страдает, почему это у человека болезни или проблемы. Но, наверное, процентом на 90, или, если Бог не скажет, мы не можем правильно определить, почему. Один только Бог знает, почему. Вот то же самое было с Иудой. Согрошил, думал какие-то преимущества иметь, думал что-то получить, а когда согрешил, дьявол тогда ему обратное. Все. Он первосвященником заявляет им, я согрешил, предал кровь невинную. Не знаю, что он думал, вполне возможно, что он хотел просветить тех, которые взяли Иисуса, чтобы они тоже, может быть, я говорю, потому что он правильно сказал, но для них было самое важное, не истина, а убить его надо было. И они знали, что делать, а что нам до того? Они не стали даже убеждать, что он виноват. У них для этого не было нужды, им без разницы было, как он поймет, что делается, важное было то, что исполняется их замысел и их мечты. Я согрешил, священник, кто в первую очередь должен был сделать все, чтобы грех был снят. Это же задача священника. И первая война, это война с грехом, не с человеком. Хотя часто у нас грех и человек ассоциируются. И мы часто не делаем разницы между грехом и человеком, хотя ее надо делать. Вот, я согрешил. Это было сказано священникам. Они должны были бы, если бы они были священники, на своем месте подумать, а что ж, как ему помочь? Что ему предложить? Это же основная задача священника. Помочь человеку избавиться от греха, а избавившись от греха, от смерти избавиться. Я предал кровь невинную. Они ему отвечают, а что нам до того? Смотри сам. И брось сребреньки в храме он вышел, пошел и удавился. Повесился. Удавился это повесился. Смотрите, какое интересное состояние первосвященников. Первосвященники, взявши сребреньки, сказали, не позволите положить их в сокровище церковное, потому что это цена крови. С одной стороны делают преступления, которым равных никогда не было и не будет, распинают сына Божия. Когда к ним обращается человек, который в той или другой мир осознал свою вину, говорит, я согрешил, я предал кровь вину. Они отвечают, а что нам до того? Смотри сам. Это полное безразличие к вечности. Это полное безразличие к человеку. Это полное безразличие к делу Божию. И вдруг взявший деньги говорят, их нельзя положить в сокровищицу. Это цена крови. Смотрите, как все интересно совмещается. Самое великое преступление и исполнение закона. Кажется, ну как так можно? Оказывается, можно. И это можно. Мы сегодня должны отнести не только к тому времени, но и к нашему. Говорит, комара отцеживают, да? А верблюда что? Поглашают. Вот это было такое явление. Верблюда проглотили, а комара отцеживали. И сделавши совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Почему и называется земля та землей крови до сегодняшнего дня. Назвали Акелдама то есть земля крови. Это будем читать из-за Деяния апостолов. Тоже символично. За эти деньги купили землю для погребения странников. Мы говорим, что мы странники и пришельцы на земле, правда? И что наша земля это земля погребения странников. И чтобы купить ее, я имею в душе Христа, была заплачена цена крови. Земля горшечника на земле горшечника все было много разбитых сосудов, которые не выдержали испытания. Наша земля это такая же земля, где жизнь многих стала черепками разбитыми. Земля странников. «Тогда сбылось реченое через пророка Еремии, который говорит, и взяли 30 серебряников цену оцененного, которую оценили цены Израиля, и дали их за землю горшечник, как сказал им Господь». Опять-таки я повторяю мысль, которая неоднажды была повторена, как точно Бог наперед знал все. и написал с Еремией, что будет так, и купит землю горшечника, и за столько серебряника. И он говорит, о Господе, перед Тобою совершеннейшее знание. Я эту мысль высказываю не зря, а для того, чтобы мы знали, что как бы ни пошла наша жизнь, что бы с нами ни случилось, у Господа не будет неожиданности в отношении нас. Потому что Он, как Бог существует вне времени, Он знает все. И знает будущее так же, как и прошлое, которое уже совершилось. И никогда не ошибается. И поэтому, если у нас приходят в жизнь трудности, то Бог решает проблему не теперь, она уже давно у него решена. только Он не всегда то делает сразу, потому желает с нами произвести некоторую работу. Нам часто кажется, что наша ситуация тупиковая и выхода нету. Но для Бога это неожиданность. Он знал давно, что так будет. Хотя я часто слышал такое, я говорю, не планировал это, но я знал, что это будет так. Поэтому не всегда мы должны обижаться на Бога, что Бог это напланировал нам такое. Есть и спланировано для нас, но есть и то, что мы сделали сами для себя, неразумно поступая перед Богом. Сами. Вы помните, мне это, говорит, сами себя подвергли многим скорбям. И вот жизнь часто прошлая. Если даже мы обращаемся к Богу, она оставляет следы в нашей жизни. Прошлые не вычеркнешь. И оно бывает трудным. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Были бы мы, я, вы, с самого начала нашей жизни неверующими, родились бы в верующих семьях, вполне возможно, многое было бы совсем не так, как оно теперь есть. Но у нас была жизнь сзади, были трудности, были проблемы, было приятное и неприятное, и мы уже вошли в новую жизнь с каким-то багажом, где-то растиравши здоровье, где-то растиравши еще что-то. И естественно, так или иначе, оно будет сказываться на нас, нашей жизни. Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель, ты царь иудейский? Иисус сказал ему, ты говоришь. То есть, это такой оборот речи. По сути дела, да, я царь иудейский. И когда обвиняли его первые священники старейшины, он ничего не отвечал. Мы частично об этом уже говорили. Почему Иисус не отвечал? Он видел бесполезность ответа, он знал свою судьбу, знал сердца этих людей, что его ответы не имеют обстановки, но своими словами он вызовет еще больше греха, еще большую бурю. поэтому он молчал. И если даже они были недовольны его молчанием, то он здесь нисколько не участвовал. Даже в этом вопросе он не имел вины. Где надо было отвечать, чтобы сдвинуть само дело вперед, какого-то мертвого, он говорил. Где он видел, что пользы не будет, он молчал. И помните, я в прошлый раз вам говорил, даже молчание иногда кого-то может привести в бешенство. Ты что молчишь? Не всегда молчанием можно навести порядок. Человеку, который имеет зло против вас, всегда будет недоволен. Будете говорить, найдет зацепку о том, что вы говорите. Будете молчать, скажет, что, ты со мной говорить не хочешь даже? А по сути делу это не говорить, это скандалить. Говорить никто не против, но скандалить никто не хочет. Иисус когда он видел, что-то не надо, что-то только вызовет бурю, он просто молчал. И его никто не мог обвинить, что ты меня спровоцировал на грех. Он молчал. Тогда говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетельствует против тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. Вы знаете, для это было необыкновенно. он хорошо понимал, что если он не оправдается, его ждет казнь. Он смотрит, его обвиняют. И сам Пилат после сказал, я никакой вины не нахожу в этом человеке. Вот он думает, почему он молчит? Вины нет. Я могу решить проблему освободить его. Но он молчит. Ты что молчишь? Ты же видишь сколько против тебя обвинителей. Но он удивился. Но как было не удивиться? Стоит перед смертью, надо приложить все усилия, чтобы оправдаться, тем более, что не виноваты. А он молчит. На праздник же Пасхи правитель имел обычаи отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. И так, когда собрались они, сказал им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам Вараву или Иисуса, называемого Христом? То еще таки Пилат видит, что его обвинять несправедливо. К тому же он получил письмо от своей жены. Вы это знаете и помните. Нам прослав письмо. Ничего не делай этому человеку или этому праведнику. Потому что нынче я во сне очень много пострадала за него. Что она видела? Что Бог ей говорил? В Библии не написано. Но ясно написано, что она поняла, что его невинного обвиняют. Я во сне много пострадала за него. И поэтому Пилат сам не находя вины, а жены тоже на мужей влияние оказывают сильное, правда? Он ищет все, чтобы оправдать его. один способ праздника. Это был праздник пациента. Это был величайший праздник израильского народа. Он говорит так. Я всегда имел обычное отпускать одного узника в знак помилования, что это великий праздник. Вот у меня есть два. Варава и Иисус. Написано, Варава был разбойник, да? Сделали мятеж, совершили убийство, был арестован и тоже ждал казнь на кресте. Но неужели я подложу Вараву? А думаю, что это имя Варава, если не в городе сделали вас мужчина, сегодня убийство в городе, кого-то убили, и то весь город практически знает, правда? А тут сделали мятеж. И он делает по-человечески очень мирный шаг. Ставит два человека. Один совершил мятеж в городе, убийство совершил. Его арестовали. Наверное, может быть, не одна мать плакала над силами и так далее. И второй невинный. Но неужели не понимают, не изберут правильно кого избрать? И так, когда собрались, сказал им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом? Он хорошо понимал, что помазанник в народе израильском очень много значит и очень высоко ценится, очень много стоит. Иисуса, называемого Христом, или Вараву, ибо знал, что предали его из зависти. Это Библия говорит, почему они его предали? Не потому, что не поняли, мы об этом не раз говорили, а Бог делал точный анализ происшедшего. Он увидел двигатель, который ими двигал и устами Пилата, через его сердце, сегодня говоря о поступках Пилата, Господь говорит нам, ибо предали его из зависти. Насколько это противный грех. Зависть. Говорит, зависть, как гниль в костях. И очень много преступлений, очень много претензий друг к другу. У людей и даже в церкви бывает и зависть. Хотя все это прикрывается мудростью, заботой о росте церкви, заботой о чистоте и так далее, и так далее. Но очень часто источником вот этих действий, которые прикрыты чем-то хорошим, является зависть. Ибо знал, что предали его из зависти. Вы помните местописание послания Якова? Если вы в своем сердце имеете, помните что, горкую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и какая еще? Бесовская. Вот это местописание, которое я процитировал, оно очень хорошо говорит нам, чем может прикрываться зависть. Если вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалите, не лгите на истину. Это не есть мудрость. Оказывается, часто зависть перед людьми называет себя мудростью. Вот вы не видите, а я вижу, потому что у вас не хватает опыта, у вас не хватает духовности, а я вижу, что Сергей это делает вот так и так, а это зависть. Вот такой самый грех мерзкий, который приводит таким поступком, как это сделают первоспященники, он называет себя мудростью. Что написание говорит? Если в вашем счете вы имеете горькую зависть и сварливость, посварливость не называйте мудростью. Это не есть мудрость нисходящая свыше, это земная, душевная, и в конце концов подпитываться из ада бесовская. Чем пользуются бесы? Но люди выдают это, называют свои чувства, свои поступки красивыми именами. Это борцы за истину, это борцы за справедливость, это очень мудрые люди. Я вам напомню, еще одно место писания позавидовали в стане святому Господню Моисею и Арону. Помните? И дальше Бог называет этих людей скопищем. Это в псалмах Давида можете прочитать. Стало скопище. Должны были быть вождями народа, стоять впереди, но через зависть они стали, Бог знает, просто скопище на сегодняшний день. И эту зависть позавидовали. Вы помните все события, когда подошли к трудному моменту жизни израильчане. И Карей, Дафан, Эверон и другие сказали, ты что говорит, нас обманул. Ты говорил, что введешь в нашу землю, текущим молоком и медом, а что ты нам предложил? И возбудили весь народ. То есть, в чем заключалось само... Они сказали так, вы люди не совсем видите, что происходит. Моисеи это не тот человек, который вам исполнит обещание, которое дал вам. Это очень хитрый человек. А вот мы люди разумные, мы его раскусили. Поэтому слушайте нас, давайте его побьем камнями, а сами пойдем назад в Египет. Они же выдвинули за прозорливость эту зависть, за способность докопаться до истины, той, которой никто не видит. Но это была зависть. И Пилат знал, что Иисуса предали из зависти. Ну, конечно, это лишнее говорить для вас, никто не завидуется никому. Но это уже лишнее совсем. Но на всякий случай, пусть будет. нас мудрый, как у нас зависть, мы верующие. А то не верующие зависть, а мы мудрые. Все знаем, хорошо расчисляем, все раскладываем, нас не проведешь. Не на того напал, говорит, обвести вокруг пальца. Но здесь написано, Пилат знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел на судейском месте, жена его послала ему сказать, не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Но первые священники и старышины возбудили народ просить вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам. Они сказали вараву. Вот насколько слово священников имело вес и влияние на народ. Закрылись глаза. И наверное народу не говорили о нем, что я должно предать смерти не один раз. И это имело сильное влияние. Потому и когда нам кто-то что-то говорит и повторяет не один раз, можно прийти и в смущение. Мы об этом тоже говорили. За кого меня почитают люди? Отвечают. А вы теперь, после того, как вы узнали, как люди думают, за кого вы почитаете? Потому что я думаю, что это не просто так. Вот понимал, знал, пришли, раз сказали, два сказали, три сказали, смотришь, уже по-другому понимаешь. Было такое хоть раз? Наверное, было, и не один. Слово иметь сил. Оно оказывает сильное влияние. И стоит только ложь. Вот что странно, говорить очень серьезно, и люди верят. И помните, я вам рассказывал про дуб и провяз. вот так вот. Сказал что-то вяз. Желуди. На дубе что-то желуди со шляпкой, а тут без шляпки. А и правда говорят вяз, а я думал, что дуб. Так вот, если так просто дуб, то то не страшно. А если в духовном дуб, вот где беда. Дуб. И очень часто бывает, я тоже не один раз говорил, что люди думают, что не кедры ливанские, а они дубы васанские. Понимаете? Это сердёжный вопрос. Вот в своих глазах это кедр ливанский, а в самом деле дуб васанский. Знаете, кого называют дуб? Дуб ты. Поэтому вот это очень важно всё. Говорили, говорили, повторяли, повторяли и добились своего. Когда встал вопрос, кого освободить, кого хотите иметь у себя, вораву или Иисуса, вораву, вораву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом, говорит все ему, да будет распит. Вот на сколько слову иметь силу закрывать глаза людям. Вы думаете, этих били людей, чтобы они говорили, чтобы они понимали, что это разбойник, достойный смерти, говорили просто. Просто неоднократно, постоянно, целенаправленно убеждали людей, что Иисус это преступник и обманщик. И настолько убедили, перестали различать, где смерть, а где тьма, где зло, а где добро. И когда встал вопрос выбора, они сделали то, чего добивались священники, над чем они трудились неустанно. Правитель сказал, какой уже зло сделал он. Но они еще сильнее кричали. Что интересно кричали? Они не отвечали на вопрос, какой он зло сделал. Они просто говорили, да будет распятый все. Он же взывал к их сердцу и уму. Если вы желаете видеть его распятым, то скажите, какое он зло делал. Они были настолько настроены на убийство Иисуса Христа, они не замечали вопроса поставленного. Они уже даже не хотели отвечать, они просто кричали, да будет распятый все. Да будет распятый. Пилат видит, что ничто не помогает, но смятение увеличивается. Конечно, Иван Глеб Матфея не все передает, что говорили первосвященники. А там вопрос касался очень серьезных вещей. И будущего Пилата. С одной стороны, он хорошо понимал, что Иисуса предали из зависти. Но когда ему сказали, если ты его оправдаешь, ты не друг кесару, потому что настоящий царь у нас кесар, священники знали, что и когда сказать. Они просто очень аккуратно, целенаправленно его делали преступников в глазах кесаря, как человека, который нелояльный к своему господину. И он сам сообразил, что ему это будет стоить. Он просчитал. Наверное, он не знал евангельской истины. Если кто-нибудь намеревается строить башню, то потом сядь, исчисли издержки. Он не знал этого, но он умел очень быстро и легко издержки высчитывать. И он понял, что это может ему стоить его должности, а может даже и головы. И он решает спасать свою жизнь, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, невиновен дяв крови праведника «Смотрите вы». Но скажите, перед Богом он был невиновен крови этого праведника или виновен? Виновен. Мы часто в своей жизни пытаемся оправдываться, что у меня были очень сложные условия, у меня была очень трудная обстановка, а я просто не мог по-другому. И это означает одно, что я плохо сделал, но я не виноват. Мы умем так оправдываться. Мы поем Псалом один, правда, может быть, в Библии вы не найдете этого, перед ним увидим мы Пилата, да, и всех приспешников его, и тех, кто шел с мечом на брата и делал ближнему лишь зло. Вот то, чем мы часто оправдываемся, оно не имеет силы перед Богом. Да, вот мы решили, наказание, конечно будет разница. Сделал это под давлением или просто так. Но я думаю, очень мало разницы быть наказанным в вечность. Хотя Пилат, как человек, он и здесь хотел показать народу, что я против этого. Я не виновен в его крови. Смотрите вы. Но тем не менее, я думаю, если Пилат не покаялся, он будет вместе с теми священниками, первыми священниками, которые изотеяли все это. И вовлекли туда и Пилата, и сами погибли, и много что еще сделали. И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Такая сердезная вещь. И так легкомысленно вот это проклятие взяли на себя собственными устами. У нас тоже так часто бывает. Обстановка может быть сложная, может быть многие вещи, кровь его на нас и на детях наших. Они никогда не думали, что это было так сердезно отражено в их жизни будущей. не потирали государство, были расчаяны по всей земле. Я уже однажды говорил определенную тему, я повторяю только какие-то фрагменты. И что не столетия, то еврейские погромы, указы против евреев, дискриминация, убийства бессмысленные. И чем дальше, чем сильнее войны, а уже еще 1941-1945 год эти душегубки горели днем и ночью, и расстреливали их, и вылавливали как преступников, потому что они в свое время сказали кровь его на нас и на детях наших. И наверное, ни одно поле в Германии было посыпано пеплом, как удобрением этими евреями, которых сжигали. Определенный момент, наверное, несколько дней, вот таких ответственных дней в истории человечества, и на сколько они повлияли и на все окружающее, на людей всех, и на евреев в том числе. И до сегодняшнего дня это кровь на них и на детей. Конечно, кроме тех, которые признали Иисуса за Мессию. Я помню, моя мама рассказывала, убивали цели такие братские могилы, говорят, через три дня шла около этой могилы, говорят, земля вот так поднималась набухшей кровью. А то были реки крови, начиная с разрушения Иерусалима и кончая, может быть, последними днями. Кровь его на нас и на детях наших. Наверное, самые несчастные евреи были, которые попали в это время и попали под власть тех священников и кричали вот так вместе кровь его на нас и на детях наших. Это проклятие, сильнейшее проклятие легло на них. Тогда отпустив им вараву, а Иисуса бил, предал на распятие. Вот, пожалуйста, как нелегко иногда бывает отстоять истину. В чем была причина? Вы помните одно выражение священного Писания. Такой человек из-за кусок хлеба сделает что? Неправду. Из-за кусок хлеба сделает неправду. И это повторяется, наверное, во всех поколениях над всеми людьми, если не утвержден Боги, если не укорен он, да, житейская обстановка очень часто заставляет людей делать то, что никогда не хотели бы и о чем может каяться годами, но, увы, не поправишь. Хотя в Боге можно поправить. Я имею в виду вот такие большие повороты в судьбе людей, Бог может все это менять. Вот как над царом нашмехаются. Вы помните, я вам говорил, как над пророком. Пророки нам, Христос, кто ударил тебя. Здесь одели по-царски баграницу, венец, только уже не царский венец, венец истерно, и насмехались, дали трость в руки вместо жезла царского, символа власти, становясь перед ним на колени, насмехались, били его и говорили, радующий царь иудейский. И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него баграницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. То есть, вели уже его не как цара, а как преступника, к которым он и ходил. Выходя, они встретили одного кирниянина по имени Шимона, сего заставили нести крест его. Но другие тексты Писания говорят, что Иисус из них мог, и ему практически очень трудно было нести этот крест, потому что был очень сильно избитый. И пришедшие на место, называемое Голгоф, что значит лобное место, дали ему пить уксус, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Ну, говорят, что это именно было средство, которое в некоторой мере утоляло боль. Поэтому Иисус не хотел, когда шел на крест за нас страдать, чтобы хотя бы немножко с него кто-то снял этой боли. Он делал все так, чтобы дьявол никогда не имел к нему никакой претензии, что он где-то увиливал. Я своими словами говорю. Он делал что-то и не стал пить. Распявши же его, делили одежды его, бросая жребия, и, сидя, стерегли его там. Ну, это опять исполнялось пророчество. И делили одежды, бросая жребий. Вы помните в псалмах об этом тоже написано. Вот насколько Господь точно и хорошо знал все будущие события. Хотя, кажется, войны могли делить, могли не делить. Вроде у них была свободная воля, но Бог знал, что они будут так делать. И, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означают, что вину его все есть Иисус, царь иудейский. Было написано в трех языках другой Евангелие, говорит, на еврейском, греческом и римском. Первосвященники, им не понравилось то, что было написано. Говорят, что ты написал так? Надо было написать, что он говорил, что он царь иудейский. Пилат говорит, что я написал, то написал. Вот то, что не мог делать, он делал. Мог Пилат и написать, что он говорил, что он есть царь иудейский. Но он написал так, как должно было быть написано. И евреи знали, хотели, не хотели, читали надпись, они распинают своего цара. И это было сделано рукою римского прокуратора Пилата. Они бы не хотели смотреть на надпись, что царя распинают. Но они смотрели и видели. Помимо своего желания, чеешь Иисус царь иудейский. Вы знаете, как это отразилось на их сердцах? Говорят, что ты написал? Напишут, что он говорил, что я написал, то написал. Смотрите, кого вы распинаете? Вы распинаете своего царя. Тогда распяты с ним два разбойника. Один по правую сторону, а другой по левую. Проходящий же злословливый его, кивая головами своим и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста. То есть они взяли его слова, хотя не совсем правильно цитировали и били его его же словами. Ты говорил, храм созидать будешь, а ты теперь сам бесишь. понимаете, как это для нашей жизни должно быть открыто и понятно. Нас часто будут нашими же словами, которые мы когда-то кому-то говорили. Когда почему-то они не приходят в исполнение. Иову тоже могли упрекать свое время и говорить ему, вот ты говорил. Он никогда никому не говорил, Иов, что может быть так, как с ним. Он знал, как Бога милостиво. Ему вполне могли говорить. Там только речи трех друзей записаны, что говорил, а так в самом деле, от твоей жизни ты доказал, что это не так. И я почти никогда не толкую местописание не бросать своего жемчика под ноги швиндин, чтобы не обратившись не разорвали вас. Вот часто вот эти откровения, которые Бог дает, когда не попадаются людям, то их же бьют их словами. Поэтому не все и не всегда надо говорить. Что надо, то надо, а что ваше, это ваше. Думаю, не одну насмешку пережил Иосиф, который рассказал однажды своим братьям о своих снах. И братья так и сказали, вот давай убьем его и посмотрим, что станет с его с нами. Вы помните, они исполнились его жизни. Но это было далеко, далеко еще до исполнения. А был период, когда он не знал, что и говорить этим братьям. Правда, там некому было говорить. Он был в плену в Египте, он был пленником. Но тем не менее было такое. И не один раз было. И говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Син Божий, сойди с Христа. Это опять была уловка дьявола. Он до самого последнего момента не вставлял своих попыток разрушить замысел Божий. И не допустить Иисуса до распятия. Вот интересная ситуация. Он предлагал все царство мира, только не едино крест. Он предлагал многое. Вы помните искушение Христа. Мы говорили об этом. И даже когда уже на кресте, он передит одно и то же. Если ты Сын Божий, сойди с креста и уверен тебя. А польза то какая, если бы Христа сошел со креста. Мы же не имели оправдания. И он знал куда бил. Он бил чисто на человеческую сторону. На то, чтобы сохранить жизнь. Сойди с креста и уберем. Уже кажется последние моменты. И он тут как тут делает сойди с креста. С одной стороны распил. Это его работа. И все равно даже в этот момент в этих величайших муках соблазнять сойди с креста. если ты сын Божий сойди с креста. Конечно же он хорошо знал что он сын Божий. И прекрасно понимал что он сомнение не пощет его божественности. Но просто хотел чтобы он исполнил волю его. Вот это очень неприятное явление в жизни. Мы наверное когда рассуждали над искушениями которые дьявол представил перед Господом то говорили на эту тему. Если ты сын Божий скажи чтобы эти камни сделали хлебами. Я просто повторю сегодня. Если ты сын Божий дьявол никогда не мог допустить что он соблазнит Иисуса или переменит его мнение он знал откуда пришел что он сын Божий. Самое главное было чтобы он исполнил его волю. Самое главное было чтобы он исполнил его волю. И тогда автоматически кто кому служит тот тому и раб. Я просто очень хочу и подмечаю вот эту деталь. Особенно когда дело касается когда идет война с демонами никогда не выполняйте их требований. Они могут кричать могут говорить и очень часто предлагают сделать для меня вот то и то. Однажды некто свидетельствовал я конечно сам не был там выйду вот выйду открою мне только форточку как я выйду он пошел открывать форточку он взял и вошел почему он стал исполнять его волю вы уловили о чем я хочу сказать они они очень часто вот так вот хитро предлагают свои какие-то условия и человек не понимающий начинает исполнять его требования если ты исполняешь его требования значит ты ему подчиняешься сразу же без промедления вошел поэтому и в практической жизни и если даже идет какое-то сражение с демонами постарайтесь их не слушать не выполнять их требования не могут завязать разговор могут много что делать вот таких случаях ну не знаю можно сказать довольно часто или нельзя ну короче говоря бывают трагедии поэтому здесь нам надо быть особенно аккуратными подобно первосвященники с книжниками старышными фаришей насмехая и говорили других спасал а себя самого не может спасти он еще он царь израил пусть сойдет с креста и уберем него смотрите других спасал а себя самого не может спасти у вас такое бывало бывало другим мы могли помочь а себе нет и это не минус это не порог просто надо понимать что так может быть так может быть я могу за кого-то молиться бог даст исцеление а когда у меня мне надо что-то за меня а я сам не могу потому что бог так построил нашу жизнь чтобы мы зависели друг от друга и чтобы один не стал центром всего даже он также имел нужду в ком-то нам конечно хотелось бы все иметь и ни у ком нужды не иметь у нас такая натура и бог все делает так что так или иначе мы нуждаемся один другом может быть здесь немножко параллель и не совсем знак равенства можно поставить но так было ищут других спасал а сам пошел на крест потому что у него цель была у него была цель и он ее знал финал этой цели он знал что он добивается еще пару минут уповал на бога пусть теперь избавит его если он угоден ему ибо он сказал я божий сын это тоже в практике часто бывает уповал на бога но пусть избавит его и мы это видим на практике когда бывает что люди действительно уповающие на бога они имеют проблемы трудности а другие говорят других помогал и себе не может что это за сосуд или другим через него слово есть а сам бежит до пророков что это за пророк бывало такое бывало и будет не один раз но это все то что Господь подвергает осуждению что говорит о нашей некомпетентности о неспособности разбираться в жизни и еще много много о чем другом поэтому на сегодняшний день хватит уже без 20 давайте мы помолимся на сегодняшний день Продолжение следует...